Как быть в такой ситуации? Вот мне уже 31 год, и такая у меня проблема, вот никак не получается в личной жизни. Вроде и встречаюсь с ребятами, знакомлюсь, но вот сердце как-то, батюшка, молчит. Ничего оно не даёт никаких даже признаков жизни, каких-то вот чувств. И как-то всё вот проходит, проходят эти знакомства, а время-то идёт, и ни дитя нет, ни семьи нет. И порой, вот прям, знаете, в какое-то отчаяние впадаешь. Вот как быть в такой ситуации? Надо выбрать очень внимательно хорошего верующего человека, потому что каждый человек может определить перед ним, хороший человек или плохой. Надо его изучить. Если он хороший, надо так сделать, чтобы он тебе сделал предложение. Как это называется? Женить его на себе. Там женить? Да. Бывают такие мужчины сейчас, их много, они вообще очень робкие. Они как девочки, потому что их воспитывал мамочка. Ну, если хороший человек, можно сделать ему предложение. Скажи, я прошу тебя стать моим мужем. Он очень обрадуется, что такая страшная вещь теперь ему не грозит. Как делать предложение девушке, как за ней ухаживать. Он этого всего боится до смерти. Вот. И он обрадуется, и договорились про свадьбу, кто с кем будет жить, где, с его мамой или с вашим папой. Вот. И сыграть скромную свадебку, и начать рожать детей. И все. Дело вот в чем. Очень многие девушки, они ждут каких-то таких особенных душевных переживаний. Да-да. Потому что у них о любви из кино всякие представления. Там искра пробежала, или там черная кожа. Да я это все знаю, что вы мне поддакиваете. Я вдвое вас старше. Все эти штуки знаю. Романы, кино. Вот. И у них сложился теоретип, что так должно быть. Ничего подобного. То есть совсем ничего подобного. Брак – это и есть очень серьезное дело. Большинство браков по чувству, они очень быстро распадаются. Потому что чувства, они очень склонны к переменчивости. Сегодня одно чувство, а завтра может возникнуть другое. И поэтому это на чувства как-то только основываться, этого недостаточно. Вот. Поэтому есть такое выражение. Аппетит приходит во время еды. Первое. Надо запомнить. Второе. По тому, как задумано Богом эта вся история, сейчас это многое люди поменяли, замуж выходят девицы, а замужем живет женщина. Девица и женщина – это два разных существа. С разной совершенно психологией. А особенно, если у нее появляются дети. очень многие замечают, что когда дети появляются, вообще от тех чувств, которые когда-то даже если были, они улетучиваются как пар. и все ее внимание на детей. Поэтому если мужчина на ней женился не для того, чтобы создать семью, родить и воспитать детей, а женился по чувствам, то он видит, что чувства в ней иссякли. А на самом деле не иссякли. Просто она немножко на время, пока кормит их грудью, и для нее это сильнейшее переживание. Можно даже сказать стресс. Это совершенно переход в другое качество жизни. То она была девушка, а теперь одна женщина. И у нее совершенно другое к этому отношение. А тот, который женился на ней из чувств, его это не устраивает. Он хочет, чтобы она была стройненькая до 70 лет, и молодая, и все бесконечные чувства. То есть бесконечная такая свадьба. Это совершенно незадача семьи и незадача брака. Поэтому вы с такими установками действительно до пенсии доживете. А надо очень серьезно выбирать. Все разумные женщины, они себе мужчин выбирают и женят их на себе. Надо его изучить. Что ему нравится, какие предпочтения. И стать такой, который он ждет. И он будет до души не чаять. И все. То есть получается брак по расчету. Ну вот, потом, когда найдете и ожените на себе, вы позвоните, расскажите, как развиваются дела. Хорошо, батюшка, я понимаю. Но надо, чтобы был верующий, кажется, человек. Потому что очень важно, когда семья – это домашняя церковь. У супруга и супруги одни и те же перед Богом задачи. Вот если этого не будет, то брак тоже будет непрочный. Батюш, ну хотя бы чувство симпатии это должно быть у человека. Ну я не представляю, что... Говорит, делаю тебе предложение. Я тебя вот выбрала. Из тех юношей, которые вокруг меня, мне кажется, самые лучшие. И я думаю, что такая девушка его обязательно заинтересует. Это не значит, что сразу обнялись и в койку. Нет, наоборот. Вот. Ты со мной познакомься. Хочешь, я тебе покажу свою комнату. Мы поговорим о книгах, которые мы читаем. Как я работаю. Я знаю одну девушку, которая узнавала, как относится к её мужу на работе. И у первой сотрудницы, с которой она столкнулась, она сказала, я лучше человека в жизни, чем он не встречал. Вот это научный подход. Потому что на работе человек большую часть своей жизни, ну кроме сна, конечно, первая постель, вторая работа. И вот такая характеристика. Это же важно. На работе человек, ну, все прекрасно знают, ну, кто хороший, кто плохой, кто жулик, кто честный, кто справедливый, кто гадёныш последний. Павел, ну вот у звонившей девушки проблема в том, что у неё нет чувств никаких к молодым людям. А тут у них-то и есть... Я говорю, что это чувство появится... Когда она выберет того, кто к её... Да, когда она выйдет за неё замуж, когда состоится первая брачная ночь, когда она обязательно почувствует, что он, это тот человек, которого она искала всю жизнь, а он почувствует, что она и есть его принцесса. И лучше её на свете нет. Вот и всё. А если появляется такое чувство, что совсем мы разные? Вот иногда люди соединились в браке, а получается, что интересов общих нет. Так же нельзя соединяться в браке, когда вы совсем разные. Обычно, вот Адам, когда на Еву смотрел, посмотрел так, сияясь, говорит, плоть от плоти моей и кость от костей моих. То есть он на неё смотрел, как часть себя, но часть уже, к сожалению, отсутствующая. И он её за это полюбил. За то, что в ней есть то, чего нет во мне. Они же не должны быть одинаковые. Давай так, я тебя по комнате поношу на руках, а ты меня потом отнесёшь в магазин. У каждого своя функция в семье. Мужчина носит еду и носит её на руках. Она из этой езды готовит ему пищу, она его кормит, он её благодарит и отчасти носит и кружит по комнате на руках вокруг стола. И её целует каждые пять минут, потому что ему вкусно, а путь к его сердцу лежит через его чрево. Там рядом сердце чуть повыше, желудок чуть пониже. Но всё обаяние пищи, оно восходит вверх. Вот. И для неё радость то, что вот она сумела выбрать на компьютере лучшее блюдо, встала Парвановича, потрудилась, ему преподнесла, красиво сервировала, и он ахнул. Родная мать так никогда не делала. Я вот помню, кто-то, кому-то я посоветовал, знаешь, слушатель, несколько лет назад. Говорю, вот, муж приходит, а ты подай ему тапочки. Она говорит, я так и сделала, и после этого вообще наши отношения изменились. Потому что это настолько трогает душу, что вот, ну, такая забота, ну, подумаешь, тапочки. А для него это целое событие. Потому что никогда ещё в жизни он... обычно один тапочек под диваном, а другой под полкой для обуви. И чтобы их достать, надо на колени вставать, корячиться. А тут вот ты входишь, и тут же рядом с дверью налево стоят. Ботинки снимает, бросает их направо, а тапочки аккуратненько стоят. Да ещё пяточками повёрнуты к нему. Это, это есть любовь. Не чувства, а поданные тапочки. То, что чувства, это ля-ля. А вот выражение чувств, которые в деле реальны. Поэтому это неплохо, когда есть такое вот, ну, расположение к человеку. Но это не должно быть чисто вот такое, ну, эротическое восприятие человека противоположного пола. Надо сквозь его, может быть, и красоту, но видеть в, прежде всего, душу. Какой хороший человек. Какое у него сердечко. Какой он доброжелательный. Какой он любящий. Как вот он вообще ну, такой ответственный. Ну, просто вот хороший человек. Вот что важно. А на любовь хочется отвечать любовью. А то. И вот уже начались отношения любви. Да. И не надо спешить. А годик посмотреть в разных режимах. потихонечку, потихонечку и за свадебку. петлю». Продолжение следует...